И снова здравствуйте, я Сергей Мордан. Я чуть не забыл, у нас же регулярно случается настоящая народная демократия, а сегодня не было. Будет сегодня демократия вам. Значит, телеграм-канале Мордан, а также на официальной странице Мордан ВКонтакте по теме, которую мы только что обсудили, я запустил опрос. А как Россия должна ответить на поставку крылатых дальнобойных ракет Великобритании? Вариант следующий. Выбирайте на свой вкус. Потопить британский военный корабль, конфисковать все британские активы в России, разорвать депотношения с Соединенным Королевством, взорвать интернет-кабели между Британией и континентом, атаковать британскую военную базу в Бахрейне или, традиционно, выразить решительный протест. Переходите, проголосуйте, может быть, на нас обратят внимание, а? Как вы думаете? Ладно. Давайте обсудим события еще в одной британской колонии. Везде, где была Британия и везде, откуда Британия ушла, спокойной жизни по какому-то вот странному совпадению нет. Интересно, почему? Я сейчас про Пакистан. Страна страшно далекая. Мы про нее не знаем ничего. Мы только помним, что там, значит, к власти постоянно приходили военные, что у них какие-то проблемы с Индией, а также, что у них есть, внимание, у них есть ядерная бомба. И это, в общем, достает такой, добавляет некоторой пикантности, когда читаешь про то, что бунтующие пакистанцы, значит, подожгли какой-то президентский дворец, подожгли казармы, к столице Пакистана и Сламабаду движутся военные и так далее, и так далее, и так далее. Я вот все время, когда это читаю или смотрю в новостях, я беспокоюсь, правда, я думаю, а там есть вот уравновешенные нормальные люди, которым вообще вот пофигу все происходящее на улицах, которые просто сидят и охраняют ядерные боеголовки. Вопрос непраздный. Итак, что происходит в Пакистане, почему это важно для России, а почему это важно для Китая? Зададим этот вопрос Борису Долгову, ведущему научному сотруднику Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктору исторических наук. Борис Васильевич, здрасте. Здравствуйте. Итак, Пакистан. Долгое время, ну, практически открыто говорили о том, что Пакистан находится в зоне жизненных интересов Китая, что влияние Китая в этой бывшей британской колонии, в части британской Индии невероятно высоко. Так против кого атака, вот эти беспорядки, эта нестабильность, это, собственно, просто попытка сменить правительство или опосредованно это атака на Китай? Как вам кажется? Здесь, в первую очередь, на мой взгляд, надо говорить о том, что происходит борьба за власть между двумя силами. Вот первая сила – это правительство, которое сейчас действует, шерифа, и бывший премьер-министр, экс-премьер-министр Хан и Эмран Хан. И значительная часть населения Пакистана поддерживает Эмран Хана, которого, собственно, отстранили от власти в апреле этого года. Вот он недоверие парламента, но он с этим не согласен и обвиняет правительство в коррупции, в различных злоупотреблениях. Его обвиняют, в том числе вот сейчас, обвиняют в поддержке, ну, в коррупции, соответственно, и даже в поддержке терроризма. И вот протестующих, которые действительно в некоторых районах переходили рамки дозволенного, так сказать, атаковали и полицейских, и военные какие-то структуры, и даже дворец премьер-министра. Вот и его обвиняют в поддержке терроризма. Но здесь надо сказать, что Эмран Хан, будучи премьером, пытался улучшить отношения и с Россией. И с Китаем достаточно давние отношения, хорошие и с Россией. Вот даже по разным данным он находился в Москве на переговорах в период, когда принимал в феврале 22-го года, то есть когда начиналась специальная военная операция, и отзывался нелестно об американской политике. И даже считал, что в его стране нет власти, именно связано с заговором против него со стороны Запада, со стороны США. Вот сейчас эти столкновения принимают острый характер. Здесь надо сказать еще, что Эмран Хан, он более, так скажем, в таком своем политической позиции, привержен традиционным исламским ценностям. И здесь вот его поддержкой, на мой взгляд, его поддерживают вот именно эти слои населения Пакистана. Ну и нельзя отрицать того, что, возможно, его отстранение от власти действительно связано с заговором, как он об этом говорит, со стороны тех политических деятелей Пакистана, которые связаны с Западом, с Соединенными Штатами. И это заговор против него, отставка его, это вот результат заговора Соединенных Штатов. Кстати, после его отставки, во время его правления не было никакой поддержки украинскому режиму со стороны Пакистана. А вот после его отставки просачивалась такая информация, что, так скажем, неофициально, но Пакистан начал якобы поставки даже вооружений на Украину. Так что вот эта вот ситуация, она связана, как я уже говорил, с борьбой двух вот таких вот сил, группировок, которые борются за власть. Но еще один важный момент, Верховный суд Пакистана определил арест, собственно, из-за чего начались вот эти протесты, из-за ареста Имран Хана, ареста генерального секретаря его партии, которую он создал, движение за справедливость. Он тоже был арестован, и еще несколько, даже десятков, как вот идет информация, из руководства его партии была арестована. И вот Верховный суд Пакистана признал этот арест его, Имран Хана, незаконным. И, соответственно, вот это решение, на мой взгляд, оно все-таки может как-то минимизировать вот эти протесты, если оно будет выполнено, и Имран Хан будет освобожден. Борис Васильевич, такой вопрос, для того, чтобы, в общем, прояснить тему ее значения для нас. Насколько Пакистан важен для России, вот как бы в наших отношениях с Индией, в наших отношениях с Китаем, он является вот тем самым слабым звеном, через которое можно бить по трем вот ключевым большим игрокам или нет? Как вам кажется? Пакистан, да, значимая страна в регионе, но я бы не сказал, что это вот та болевая точка, по которой можно бить, и через которую можно достигать каких-то значимых результатов. Все-таки, мне кажется, Пакистан – это страна, которая, исламская, безусловная страна, но не настолько, так скажем, ведущая, ее нельзя назвать ведущей страной в регионе. Ну, а, безусловно, отношения с Китаем, и вот с Россией попытки налаживания отношений, и с ситуацией в Афганистане. Это вот та страна, Афганистан, с которой Пакистан был давно связан, и, собственно, также его интересы в Афганистане существуют. И вот это для России, не только это, конечно, но и сама ситуация в регионе, в которой Пакистан, как вы сказали, действительно является ядерной державой, и отношения его с Индией достаточно напряженные. Поэтому говорить о том, что для России это как бы вторично, я бы не сказал. Но и значимый такой, очень значимый для России страной я бы тоже не назвал. Понял, понял. Спасибо большое. Борис Долгов был с нами, ведущий, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, доктор исторических наук...